дорогие братья и сестры брата абу амира мы уже упоминали то что мусульманин в первую очередь должен изучать запрещенные сделки знать что для него запрещено делать и сегодня с абу амирой рассмотрим следующие вопросы абу амир а вот скажи нам общее правило как понять что у тебя сделка запретная если какое-то общее правило бисмиллаху ассалату ассалам али дабина мухаммаду али алихи вас обе хи аджмайн аммабад саляму алейкум рахматуллаху баракату уважаемый брат да есть есть такое правило allah subhanahu wa ta'ala в своей книге говорит а вот биллахи мина шейтаны рожим бисмиллахи рахман и рахим валят она за уфа тавшалю ватад хабари хоккум то есть он говорит не припирайтесь пусть между вами не будет разногласий аллах subhanahu wa ta'ala говорит воистину говорит ваша ума горит она ума единая если человек немножко а в особенности мусульманин задумается allah subhanahu wa ta'ala для чего не спасал эту религию для чего эти все правила для чего проксал аллаху алейхи вассалям сунной пришел для того чтобы людей объединить не для того чтобы они между собой разногласили и allah subhanahu wa ta'ala все что ведет к разногласию он либо запретил это что-то может быть либо явным либо что-то может быть скрытным и allah subhanahu wa ta'ala некоторые вещи запретил потому что они сами по себе ведут к разногласию как например либо то есть ростовщичество как например сбивать торговлю своего брата как например идти и сватать девушку которую засватал твой брат эти вещи сами по себе они ведут к разногласию между мусульманами а есть вещи которые мусульманин не каждый человек может увидеть что они ведут к разногласию но allah subhanahu wa ta'ala его пророк салаллаху алейхи вассалям они запретили их для того чтобы мы не попали в разногласии между собой может быть мусульманин с первого взгляда не видит то что эта вещь запрещена но allah subhanahu wa ta'ala знал что эта вещь приведет к разногласию поэтому запретил ее то есть он запретил не самой ту вещь а какой результат может сделать эта вещь поэтому лучше не заходить сюда то есть в эту не заходить в эту сделку потому что она может привести к негативному результату вот и основное правило вернемся к нашему вопросу основное правило всякая сделка который ведет к разногласию между мусульманами к спору к судебным каким-то тяжбом к поеданию чужого имущества это все запрещено и иншааллах мы непременно об этом расскажем чуть-чуть попозже и в этом вы сами дорогие братья и сестры убедитесь закалла хайра нахи давай теперь разберем конкретно запрещенные сделки давайте сделки в исламе делятся во 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 если мы посмотрим на все запрещенные сделки мы упомянем их обязательно то есть три общие виды сделки которые присутствуют во всех запрещенных сделках во первых это расставщичество во вторых это неопределенность и в третьих это притеснение или поедание денег чужих без права это три вида сделки которые это общем в общем но под ним есть подвиды поэтому первый вид сделки после того как мы сказали что есть три общих вида сделки это расставщичество притеснение и неопределенность эти все три видит вида сделки они ведут к разногласию между мусульманами и к падению экономики первый вид сделки это неопределенность проксаляллаху алейхи вассалям в своем хадисе который передается сказал а ты бы ибн аббаса на ханаби саллаху алейхи вассалям on b.l городе то есть проксаляллаху алейхи вассалям запретил сделки в которых есть неопределенность это первый вид сделки оба мера а что подразумевается поды неопределенность сделкой неопределенная сделка это в которой мусульманин когда он покупает что-то или продает что-то он не знает будет ли он выигрыши или будет ли он в проигрыше он не знает какой товар это будет это в общем так выглядит не определенная сделка но видов или 5 точнее давидов у нее очень много ну например чтобы что понятно было более например очень распространено у нас в некоторых республиках такая вещь как пирамида это к сожалению мусульмане постоянно попадают в эту ловушку и в итоге они оказываются как говорится у разбитого как корыто эта пирамида сочетает себе не один вид запрещенной сделки а несколько но мы приведем именно тот вид который запрещен это хара мусульманин когда деньги вкладывает то туда он не знает в какой момент именно он окажется в убытке но он знает что накажется в убытке но тем не менее люди идут и несут туда деньги это является неопределенная сделка это первый пример или например второй пример я тебе говорю купи у меня там например автомобиль ты не спрашиваешь какой автомобиль и покупаешь сразу или например я тебе говорю я тебе продам то что я заберу за счет своего долга то есть то что мне дадут за долг я тебе продам и ты соглашаешься на это это является неопределенной сделкой и как мы уже сказали видов у нее очень много и общее правило которое можно подвести мусульманин должен знать во-первых что он покупает будет ли эта сделка прибыльной или он окажется в убытке это общее правило а какие еще запрещенные сделки если с вами allah subhanahu wa ta'ala говорит в куране в сур от неса в суре женщины он говорит вала так улю амвали комбина комбин ба тали и лента рады минкум то есть не поедайте между собой денег кроме как с обоюдного согласия поедание что значит поедание значит денег когда один одна из сторон сделки является недовольной например сюда входит обман мусульманин при заключении сделки он не должен обманывать к сожалению человеческая натура она такая что мы пытаемся всегда найти себе оправдание мы пытаемся там сказать там да это не так важно то что я ему не сказал или он сам виноват и так далее и тому подобное но allah subhanahu wa ta'ala в куране говорит ибрагим алейхиссалям точнее говорит в суре о аллах воистину ты знаешь то что мы скрываем это что мы говорим и не скроется от аллах ничего от аллаха ничего не на земле не на небе алла subhanahu wa ta'ala знает если вы обманываете знает даже о том какое у вас намерение поэтому мусульманин должен с открытой душой с чистым сердцем со своим братом мусульманином проводить какие-то сделки так как бы он хотел чтобы с ним проводили эту сделку и поэтому подводя итог под этим вопросом это очень широкий вопрос в общем все что ведет к несправедливому поеданию чужих денег это могут быть какие-то обманные сделки это могут быть сделки которые там содержат хором это могут быть сделки которые могут привести к хором у то есть все что ласу полного то ли в куране запретил или все что ведет опять же мы вернемся к разногласию эти сделки являются запрещенными и третий вид сделки который за 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 запрещен это вольт то есть несправедливость поедание денег без права но наверное не вольм несправедливое поедание денег наверное это какое-то что-то более общее и у него под него входят какие-то определенные сделки то есть расставщичество вольм Поедание денег без права – вульм. А сделка, которая является с неопределенным концом – это вульм. То есть все это является вульмом. Это подводя итог. И подводя итог, мы скажем, что три вида сделки основные, которые запрещены – это неопределенные сделки, это сделки, в которых есть несправедливость, несправедливое поедание денег. И еще есть одна сделка – это риба. Это ростовщичество. И это самая-самая-самая сделка такая, за которую Аллах Субхану Ва Тааля наказывает. Инша Аллах, мы в следующей серии это обсудим. Почему? Потому что это немножко длинная тема, и я хочу, чтобы наши уважаемые братья и сестры проявили внимание в этом вопросе. То есть чтобы именно конкретно к этой серии, к следующей, они отнеслись со вниманием. Потому что риба – ростовщичество. Многие мусульмане совершают ее, и они сами не подозревают о том, что они входят в эту сделку. Мы, инша Аллах, приведем примеры, и вы сами убедитесь, что многие вещи, которые вы делали, или, возможно, слышали о них, они входят в риба, в ростовщичество. Баракаллаху фейкум, вааааааа, чазаакум Аллаху хейра.